Примерно в марте месяце 1920 года Красная Армия подошла к границам Терек. Белые вынуждены были отступать. Это, конечно, нам было известно. И мы создали повстанческие отряды, куда вошли партизанские отряды. Мы ликвидировали все эти белогвардейские отряды. В Вологии стоял батальон. Батальон был ликвидирован, разогнан. Контрразведка «Вардун» разогнана. Бегаевский отряд разогнан. Отряд «Гутиева» и «Гуцинаева» был разогнан. В «Гуриеве» установлена советская власть. Очень хорошо действовал отряд Тогоева. Сам Тогоев был исключительной храбростью человека. Отряд, которым командовал я, отступающий дивизию генерала Бекова-Черкасского. Его отряд в районе Ордона был сильно потрепан. Вес обозрений был нами захвачен. Были у него большие потери. Но часть удалось, часть удалось отступить в город Владикавказ. Вообще, отступление происходило главным образом. Я имею в виду Деникинской армии в город Владикавказ. Для того, чтобы в случае необходимости отступить по военно-гружинской дороге в Меншевистскую Грузию. Цель наша была, еще до прихода Красной армии, разгромить Владикавказский гарнизон и объявить советскую власть везде на Северном Кавказе. Поэтому отряд, которым командовал я, наступал на Владикавказ. Грозненский отряд, Гикала со стороны Грозного, Ингусский со стороны Ингусского отряда. Мы хотели окружить белых. Это была главная задача, чтобы не дать им отступить в Грузию. Это, конечно, было понятно и белым. Они прекрасно знали, что Красная армия уже подошла к границам терека. Они прекрасно знали о нашем движении. И поэтому начали панически отступать. 22 и 23 марта они уже оставили Владикавказ. А в наши руки пропало огромное военное имущество, в том числе 69 орудий.